Вот так выглядит древний папирус, который обнаружил немецкий ученый Георг Эберс, проводя раскопки на территории древнего города Филы. Расшифровав текст, ученый был поражен. В папирусе подробно описывалось, как жрецы древности проводили сложнейшие хирургические операции по пересадке человеческих органов, печени, почек и даже сердца. Но самое удивительное в том, что этот документ исследователи датируют 16 веком до нашей эры. Как много столетий назад жрецы могли совершать операции, которые современным хирургам стали доступны лишь в середине 20 века. Сохранилось множество исторических доказательств, как человекообразные существа, но все-таки не люди, проводят операции. Они скрывают грудную клетку у пациента, извлекают органы, сердце. И самое интересное, что на больших камнях можно видеть что-то похожее на комиксы, серии рисунков, где изображены разные этапы операции. Как пациенту делают укол, как разрезают, как вынимают одно сердце, заменяя его другим. А это уникальная коллекция овальных камней, обнаруженных недалеко от пустыни Наска. Ее собрал профессор медицины Хавьер Кабрера. Изучив свою находку, он был поражен. На поверхности некоторых камней нацарапаны географические карты с неизвестными материками. Карты звездного неба с планетами, которые человек еще не открыл. Но кто создал эти уникальные рисунки? В поисках ответов профессор Кабрера обратился к дневникам 16 века, которые вел путешественник Хуанды Санта-Крус по Чакуте. В них автор, ссылаясь на легенды древних народов Ант, говорит о том, что рисунки на камнях создали мудрые жрецы племени, обитавшие на этой территории. Но откуда у древних жрецов были такие познания в картографии и астрономии? Пытаясь разгадать эти загадки, историки выдвинули гипотезу, которая на первый взгляд кажется невероятной. Они предположили, что первыми жрецами на Земле были представители более развитой цивилизации, прибывшей из космоса. Иначе как объяснить их сверхспособности? Это были существа некие. Да, они владели, скажем так, они владели информацией. У них было больше технологий по сравнению с тем уровнем развития социума, с которым они столкнулись тогда. Но я не готов назвать их богами. И тут очень важно, что даже Библия называет их тоже не богами, а сынами Божьими. То есть, в принципе, это те, кто, как и мы, сыны Божьи. Хроники свидетельствуют о том, что жрецы проделывали сложнейшие хирургические операции, создавали точные географические и астрологические карты, предсказывали исходы войн в то время, когда, по данным официальной науки, первобытные люди только учились добывать огонь. Гипотеза внеземного происхождения жрецов вызвала много споров в научной среде. Но очень скоро нашлись неопровержимые доказательства, которые перевернули представление ученых об истории древнего мира. Этот отрывок древнего текста историки обнаружили недавно в одной из глав Ветхого Завета. В нем пророк Иезекииль детально описал то, как однажды боги сошли с небосвода. Отверзлись небеса, и я видел видение Божие. И вот бурный ветер шел от севера, великое облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг него. А из середины его как бы свет плакал, и было подобие четверых животных. И каков был вид их, облик их был, как у человека. И у каждого четыре лица, и у каждого из них четыре крова, а ноги их ноги прямые, и ступни ноги, как ступни у тельца, и сверкали, как блестящая медь. Но кого древние люди принимали за богов? И что именно имел в виду пророк, когда говорил о ступнях тельца, которые блестели, как медь? Изучив древний текст, историки пришли к выводу. Ступнями тельца могло быть шасси посадочного механизма неизвестного космического корабля, которые внешне могли напоминать копыта животного. Облако, которое обволакивало божественную колесницу, могло быть сгустком пыли и дыма, поднявшимся от мощных двигателей. Свет пламени, который, по словам пророка, исходил из середины божественной колесницы, в действительности мог быть огнем, который вырывается из нищей ракеты или любого другого космического корабля при взлете и посадке. Британский исследователь Грэм Хэнкок убежден, что древний автор описал не что иное, как приземление неизвестного космического корабля. А боги, спустившиеся с небес, это представители высокоразвитой внеземной цивилизации. Очень удивительно находить в мифологии многих разных культур, от древних майя до древних египтян, древних индийцев, понятие о том, что бог спускается с небес на землю, со звезд, если хотите, а иногда даже с определенных звездных систем. Например, в созвездии Ориона или Плеяды. Такие боги приносили мудрость на землю. Единственный вывод, к которому я смог прийти, это то, что все эти сходные мифы принадлежали каким-то далеким общим предкам. Но в определенное время истории их идеи получили распространение по всему миру. Если эта теория верна, то становится понятно, почему до наших дней дошло множество источников, в которых древние авторы отображали вмешательство богов в жизнь человека. Более того, по одной из версий, во время очередного визита, внеземные гости оставили на земле своих наместников, которые должны были обучать молодую расу людей наукам и ремеслам. Эту версию подтверждают последние находки историков. Почти во всех летописях древних народов сохранились упоминания о том, что искусством и культуре древних людей научили мудрые жрецы, которые прибыли на землю из просторов Вселенной. Есть такая теория Джона Болла, американского астронома, выдвинутая еще в 1973 году. Это так называемая гипотеза зоопарка, согласно которому высокоразвитые цивилизации наблюдают за тем, что происходит на земле, чтобы таким образом определить, как они сами когда-то эволюционировали. Может быть, они вносят в этот эксперимент какие-то свои вводные. Допустим, чему-то обучают людей, передают им какие-то навыки, какие-то знания. Есть достаточное количество человек на земле, которые разделяют точку зрения, что земля – это вообще эксперимент других цивилизаций. Ну и, конечно, нельзя на 100% этого исключить. Поэтому вполне возможно, что какие-то высокоразвитые существа действительно чему-то время от времени учат людей, чтобы подкорректировать тенденции в развитии человечества. Ученые располагают письменными свидетельствами, в которых подробно описано, что наукам людей обучал Бог тот. Асирис учил секретам земледелия – Изида ведению домашнего хозяйства. Все эти факты стали еще одним доказательством гипотезы о том, что первыми жрецами на планете были представители развитой внеземной цивилизации. Первыми жрецами действительно могли быть боги, или, точнее, скажем, последствия этих жрецов получили обожествление и так далее, что, скорее всего, так и было. То есть мы не говорим, что это были боги, но в сознании потомков, которые помнили те выдающиеся достижения, то, что они делали и не смогли повторить их потомки, это действительно они стали богами потом, впоследствии. Это, в общем, для всех культур вполне идентично. Исследователь с мировым именем Эрих Вон Деникен за время своей работы нашел множество свидетельств того, что жизнью человеку управляют высшие создания, прибывшие на Землю из просторов Вселенной. Более того, упоминание внеземного вмешательства в жизнь людей он обнаружил даже в Библии, в одном из апокрифов Ветхого Завета, священной книги Еноха. Давайте вспомним Библию, Ветхий Завет. Моисея и его брата Аарона позвали на Святую Гору. И якобы Господь пояснил Моисею, как ему следует строить ковчег Завета. Он детально сообщил длинную, ширину и высоту ковчега, сказал, какие материалы использовать. И в Библии говорится, что Господь повелел Моисею, сделай его таким, каким ты его видишь. То есть там был оригинал. А Моисей изготовил копию. Получается, что развитие человечества, его достижения и открытие – это успешно реализованный проект внеземных наставников. Этой теорией придерживается немецкий академик Хартвик Хаусдорф. Ученый убежден, что оставшись на Земле, представители внеземной цивилизации создали могущественную касту жрецов. Они обладали знаниями, недоступными простым смертным, и тайно управляли жизнями целых народов. Во всех мифах всех народов на нашей планете боги, они же высшие существа, описываются как всесильные. Они творили такие вещи, которые нам сегодня кажутся чудесами, из сказок «Тысячи и одной ночи». Здесь я могу привести цитату известного писателя и ученого Артура Кларка, который сказал, что любая достаточно развитая технология почти неотличима от магии. То есть понятно, почему наши предки принимали этих инопланетных существ за всесильных богов. То, что творили эти боги, было неземным, сверхъестественным, было чудом. Более того, почти все древние тексты повествуют о том, что обычные люди считали жрецов посланниками небес. Иначе как объяснить все чудеса, которые древние авторы приписывают жрецам? Однако не все ученые согласны с тем, что жрецы древности – это представители внеземных цивилизаций, прибывшие из просторов Вселенной. Опираясь на последнее открытие, исследователи выдвигают не менее смелую версию, исходя из которой могущественные жрецы древности – это не инопланетяне, а их дети, рожденные от земных женщин. Несколько лет назад, изучая историю древнего Египта, исследователи натолкнулись на ранее неизученный документ. В нем описывались события, произошедшие в 750 году до нашей эры в городе Фивы. Древний автор в подробностях описывает события одного дня, когда к стенам дворца фараона подошла огромная толпа бедняков. Они были голодные и озлобленные, и их единственной мечтой было убить фараона и навсегда уничтожить его власть. Но, подойдя к главным воротам, толпа неожиданно замерла. Навстречу людям вышел верховный жрец, который заявил, что если люди не служат оружие, их ожидает ужасное наказание. Бог Солнца, Ра, навсегда покинет небесный свод, и его колесница больше не пронесется над Египтом. Вас ожидает вечный мрак, холод и голод. Злые духи тут же одолеют ваши филы и тела. Вы все погибнете и не обретете никогда благодатной земли царства мертвых. Но толпа не поверила в них, и стала ближе подходить с оружием, чтобы нанести смертельный удар. И в это время, пишет автор, произошло неожиданное событие. Небо потемнело, солнце исчезло, и в полдень наступила темнота. Увидев гнев небес, повстанцы упали на колени и начали молить о прощении, отбросив оружие. Долгое время историки считали, что рассказ о божественной каре египетского народа вымысел древнего автора, который наверняка приукрасил возможности жреца. Однако последние открытия заставили по-новому взглянуть на эту легенду. Дело в том, что в хрониках древних фиф исследователи обнаружили упоминание о солнечном затмении, которое произошло примерно в это же время. Более того, его наблюдали не только жители фиф, но и соседних городов. Но как древний жрец с точностью до минуты рассчитал это природное явление? Или он знал о нем? Но тогда возникает вопрос, был ли таинственный верховный жрец обычным человеком? Или здесь скрыта какая-то загадка? В поисках ответов историки подняли десятки древних рукописей. Ближе всех к разгадке подобрался немецкий исследователь Вальтер Йорк Лангбайн. Изучая древний текст, он обнаружил ранее неизвестный библейский сюжет, в котором говорилось о том, как сыны Божии спускались с небес на землю. В Ветхом Завете есть история о том, как сыны Божии спускались с небес и видели, что человеческие дочери очень красивы. И тогда они с человеческими дочерьми создавали пару. Похожие истории описаны также в книге Еноха. В книге Еноха описано, что на небе находилось много небесных существ, сынов Божиих. Один из сынов Божиих и еще 200 других сыновей подняли восстание и спустились на землю. На земле они создали пары с земными дочерями. Но кем на самом деле были 200 сыновей Бога, о которых говорится в древнем тексте? И почему они оказались на земле? Пытаясь отыскать ответы, историки выдвинули смелую гипотезу. Они предположили, что тысячи лет назад представители внеземных цивилизаций, поднявшие восстание и ставшие изгоями на своей планете, нашли убежище на земле. Обосновавшись здесь, они стали брать в жены обычных женщин. То, что сыны богов брали в жены земных женщин, записано даже в Библии. Кстати, это одно из главных противоречий, которые содержатся в библейских текстах. В Библии сказано, что Бог создал человека по своему образу и подобию. И сыны богов взяли себе в жены самых красивых из дочерей человеческих. Тут кроется потрясающее противоречие монотеистической религии, христианства. В ней существует всего один Бог, которому следует поклоняться. И тут же речь идет о сыновьях богов. В чем же тут дело? От любовных союзов, земных красавиц, инопланетными существами рождались дети, которым было предначертано великое будущее. Ведь это были потомки сверхсуществ, которым на генетическом уровне передались все знания и сила их внеземных предков. Именно поэтому на земле они становились проводниками высшей воли. И люди звали их великими жрецами. А совсем недавно археологи нашли подтверждение этой, казалось бы, невероятной теории. В 2010 году американские ученые провели уникальный генный анализ необычной мумии, обнаруженной в долине царей в Египте. До этого момента ученые затруднялись сказать, чьи останки нашли археологи. Ведь по своему строению тело никак не походило на человеческое. Вытянутое лицо со змеиным выражением. Аномального размера череп, который в полтора раза больше, чем у обычных людей. Пальцы, словно паучьи лапы. Ступни, напоминающие большеласты и необычно длинные конечности. Все это слабо походило на человеческое тело. Однако результат экспертизы показал, останки принадлежат правителю Египта и верховному жрецу бога Атона Аминхотепу IV. Пока мумия царя не была идентифицирована, многие специалисты, как египтологи, так и антропологи, пытались анализировать внешний облик царя, исходя из его скульптурных изображений, что и было главной ошибкой. Глядя на дутловатый живот, на впалую грудную клетку, на невероятно удлиненную нижнюю челюсть царя и массивную затылочную часть его головы, многие пытались найти в этом какие-то генетические заболевания. Подробный генетический анализ показал, что фараон был абсолютно здоров. Но почему Аминхотеп IV обладал таким странным телом? В поисках ответа на этот вопрос исследователи обратились к древним египетским книгам и обнаружили там удивительные факты. В одной из рукописей сохранилось описание того, как тысячи лет назад инопланетные создания посещали Землю. И когда это происходило, на Земле появлялось гораздо больше младенцев, чем в обычные годы. Даже у цариц, у которых долгое время не было детей, неожиданно рождались мальчики. Что касается Эхнатона? Ну, действительно, его изображения отличаются, в общем-то, от прочих изображений в пантеоне египетских фараонов. Есть предположение, что этот человек болел или был, как бы, так сказать, был жертвой так называемого синдрома Марфана. Да, когда вот некие изменения, там, костные и так далее, как бы, так сказать, приводят вот к такому внешнему виду, скажем так. Все эти открытия позволили ученым выдвинуть версию, согласно которой фараон Аминхотеп IV был рожден земной женщиной. Но его отцом был представитель внеземной цивилизации. Именно этим можно объяснить странные особенности его тела. Более того, в то, что фараон имеет внеземное происхождение, верили и сами египтяне. Они были убеждены в том, что он послан на землю богами для того, чтобы повелевать египетским народом. Он вообще был, не был похож на человека. Это вообще. И если посмотреть, то и у Аниса этого, у шумеров, то есть тоже человека рыба, у догонов тоже были какие-то водные существа и так далее. человек, который имел, в общем, и череп такой, который не похожий. Если у нас сам череп является приемником информации, то, как говорят, плоские черепа, это, в общем, у людей, которые, скажем, подвержены там каким-то таким низменным, каким-то своим, скажем, таким вещам. А вытянутые черепа – это другой какой-то уровень приема информации и других, может быть, даже частот. Поэтому вот эта цивилизация, которая имела такие черепа, она, по-видимому, имела и другую частотную информацию. Во все времена жрецы считались избранной кастой. Они были хранителями научных знаний. Они владели огромными богатствами, землей, рабами, располагали большой политической властью. Несмотря на то, что жрецы почти всегда оставались в тени, ни один из правителей не принимал серьезного решения, не спросив совета у верховного жреца. Доктор исторических наук Евгений Яровой убежден, что историю древнего мира творили не столько цари и фараоны, сколько их жрецы – мудрые потомки инопланетных созданий. Дело в том, что мы знаем в основном фараонов. По их именам, по их политическим деяниям и так далее. Но практически всегда, практически всегда за ними, за их спиной стоял клан, жреческий клан, от которых они зависели, видимо, очень сильно, и, по крайней мере, испытывали очень сильное влияние. Это была группа, безусловно, образованнейших людей своего времени, которые обладали знаниями, которые были не подвластны обычным людям. Вот так выглядит знаменитая плита фараона Нормера, которая сегодня хранится в музее Каира. По легенде, она сделана верховным жрецом фараона по имени Хемуи, в память о победе Южного Египта над Северным и объединение долины Нила в единое государство. Рельефы на двух сторонах плиты представляют пять сцен, из которых четыре рассказывают о победе царя Юга над северянами. Царь в короне Южного Египта убивает северянина. Внизу убегающие северяне, на другой стороне наверху торжество по случаю победы. Долгое время эта находка не вызывала у исследователей никаких вопросов. Пока однажды они не сопоставили исторические даты с геологическими анализами самого камня. Оказалось, что некоторые из рисунков были выполнены до решающих сражений и окончательной победы. Жрецы создавали и другие времена. То есть они брали более мелкие промежутки времени и закручивали их. Когда у человека появлялось вот это чувство другого уже времени, другой реальности, у него формировался вот этот тонкий двойник с его ощущениями иного мира и иных способностей. И вот у человека вот сформировали вот этих вот девять двойников для того, чтобы он мог познавать и другую реальность, которая нас окружает. Но как древний жрец мог узнать, чем закончится кровопролитная война между Северным и Южным Египтом? У доктора исторических наук Евгения Яровова на этот счет своя теория. С жрецами всегда связано такое понятие, как мистика. Если говорить о предсказаниях, о чтении мыслей, вот в некоторых случаях, в некоторых эпизодах, то такие факты, наверное, реально имеют место быть. Это связано с определенными талантами того или иного человека. И я должен сказать, что есть люди, которые обладают ну просто потрясающей интуицией. Эта находка позволила исследователям выдвинуть смелую версию о том, что жрецы древности не только могли предсказывать будущее, но и обладали уникальным даром его программировать. Нужный результат они записывали или зарисовывали, как будто впечатывая его в пространство. И в этих вот рисунках уже заложены те события, а события есть последовательность сменяющихся чисел, потому что числа же правят миром, опять, как говорили древние. И поэтому, когда они нарисовали что-то, это значит, что они нарисовали какие-то события, которые произойдут, потому что они их здесь уже вбили. Но откуда жрецы получали эти знания? Некоторые исследователи предполагают, что они каким-то непостижимым образом имели доступ к вселенской базе данных, где со времен сотворения мира хранятся знания всех цивилизаций прошлого. Подтверждение этой гипотезы можно обнаружить в древних текстах. Некое глобальное поле вселенной, из которого жрецы черпали информацию, упоминается в рукописях древних племен майя. Это понятие существовало у жрецов древней Греции и африканских племен. Однако большинство легенд гласит, что подключиться к этому уникальному информационному источнику могут только избранные потомки сверхсущества. Вселенскую базу данных, могу сказать, что, возможно, действительно существует, свидетельств тоже там много, но неважно, как мы ее назовем, некая, так сказать, разум Земли, Вселенная, ноосфера, там, какая-то Акашахроника, там, Штейнера, и названий этого много. Я уж не говорю о том, что действительно предметы хранят какую-то информацию о прежней своей истории, о владельцах. Хотя наука психометрии не признана официальной наукой, но что-то такое есть. То есть некая внутренняя память, бессознательная, скажем, память предметов, которая напрямую связана с какой-то энергией Земли, какой-то матрицей, каком-то фоном ее. Это что-то хранится, безусловно, свидетельствует того многого. Неважно, как мы ее назовем, но я считаю, что такое есть. Казалось бы, тайна древних жрецов разгадывала. Но дальнейшие исследования открыли историкам новые, ранее неизвестные подробности, которые снова всколыхнули волну интереса к жрецам древности. Некоторые специалисты убеждены, что первые жрецы были не потомками инопланетных созданий, а хранителями знаний цивилизации прошлого, которые тысячи лет назад населяли Землю. Последние исследования доказывают, что человечество далеко не единственная цивилизация, населявшая Землю. Каждый день ученые находят артефакты, доказывающие, что тысячи и даже миллионы лет назад Земля была заселена более развитыми существами. Ведь не секрет, что у нас много наций и рас, которые прибыли к нам с других планет. И у них их легенды подтверждают это. Те же китайцы, там северные народы. Я у многих, даже индусы, я у многих читал вот их легенды, которые говорят о том, что вот они не из Земли. Но самое такое распространенное, которое все знают, это догоны. Они вот прибыли там с Сириоса. Конец 19 века. Египет. Первые египтологи, добравшиеся до храма фараона Сети I в Абидосе, обнаружили на стенах загадочные и совершенно непонятные геологии. Ученые пришли к выводу, что перед ними не тексты на древнем языке, а изображения очень странных предметов, возможно, неизвестных механизмов. Таинственные знаки вызвали в середине египтологов жаркие споры. Ни одна из гипотез не давала исчерпывающего ответа на вопрос, что именно изображают загадочные иероглифы, высеченные более трех тысяч лет назад. Вскоре о таинственной находке просто забыли. Но недавно точно такие же рисунки обнаружили в храме бога солнца Амона-Ра в Карнаке. И на этот раз они стали настоящей сенсацией. Современные ученые без труда могли опознать эти рисунки. Но гораздо сложнее было поверить своим глазам. Оказалось, что древние художники изобразили на камне боевой вертолет. Явно виден несущий винт. А рядом изображение аппаратов, поразительно похожих на современные истребители, бомбардировщики и танки. Причем все это было словно срисовано с натуры. И египтологи 19 века не смогли их распознать, потому что никогда не видели такого, в отличие от художников, живших три тысячи лет назад. Можно смело утверждать, что если они прилетели к нам из далеких миров, то у них были двигатели, которые опережают наши нынешние на сотни, а то и на тысячи лет. Некоторые ученые-скептики говорят, что преодолеть такие расстояния во Вселенной невозможно. Мол, слишком далеко. Но я хочу напомнить об одном вполне земном примере. Потребовалось всего 66 лет. С 1903 года, когда братья Райт в Америке совершили свою первую попытку полета на самолете. До 1969 года, когда самолет типа «Конкорд», первый сверхзвуковой лайнер, начал регулярные полеты между Европой и Америкой. За 66 лет такой гигантский технический прогресс. И наша человеческая фантазия не способна постичь, что умеет делать цивилизация, которая опережает нашу на тысячелетия. Это лишь одна из тысяч невероятных находок, доказывающих, что много лет назад Землю населяли существа, превосходящие нас в развитии. Но если на Земле уже существовали высокоразвитые цивилизации, то куда они исчезли? Немецкий ученый Вальтер-Йорк Лангбайн считает, что нашел ответ на этот вопрос. По моему мнению, много тысячелетий назад человечество находилось на очень высокой ступени развития, например, на Южном море. Эти высокоразвитые культуры, возможно, были разрушены в результате каких-то катастроф. Если рассмотреть остров Пасхи, то он является маленькой частью, оставшейся нам от большой цивилизации, погибшей в Южном море. Однако некоторые исследователи убеждены, что не все представители цивилизации прошлого погибли. Существует гипотеза, согласно которой некоторые из них сумели выжить. Ученые предполагают, что обладая сверхспособностями, недоступными современному человеку, они могли пережить катастрофу под водой или укрыться в глубоких пещерах. А когда на Земле выцарились условия, пригодные для жизни, выжившие представители древних цивилизаций вышли на поверхность. Цивилизация Земли, она в действительности очень древняя. И те же самые индийские источники говорят, что наша погибшая цивилизация была на уровне повелительной вселенной. Богами когда-то были все, в том числе и мы, простые люди. Просто шла деградация, и она продолжает идти. Но, надо сказать, на фоне богов всегда были более передовые боги, которые были жрецами среди богов. А то, что мы были богами, в общем-то, есть много свидетельств, которые говорят о том, что у нас в прошлом были очень большие способности. Эти открытия дали ученым возможность выдвинуть гипотезу, согласно которой выжившие потомки древних цивилизаций передавали свои знания избранным представителям молодой расы людей, которые в будущем должны были направлять развитие всего человеческого рода. И по мнению ученого Георгия Нефедьева, именно так на Земле появились первые жрецы. В основании цивилизации Египта была некая цивилизация, назовем ее цивилизацией богов, атлантов. Мы не можем 100% это утверждать, но я считаю, что раз такие следы, многочисленные следы этой древней цивилизации, возможно, владеющие, умеющие работать с гравитационными полями, скорее всего, или с какими-то звуковыми или левитационными техниками, иначе трудно объяснить подъемом мегалитов огромных, многотонных. Я считаю, что такая цивилизация была у оснований, в данном случае, конкретного Египта. И она положила начало институту египетского жречества. Еще одно доказательство этой теории исследователи обнаружили, изучив воспоминания полковника бенгальских Улан Джеймса Чорчворда. В 1926 году полковник заявил, что один индийский жрец показал ему древние таблицы, в которых был чертеж странного континента под названием Мун. Это был земной рай, который служил пристанищем для 64 миллионов обитателей. Если верить легенде, то управляли людьми мудрые и могущественные жрецы. Их называли Наакалы. Они обрабатывали медь и золото. Они умели обрабатывать камни. У них было сельское хозяйство. Кроме того, они изобретали оружие, которого у других народов еще не было. Например, рефлектирующий лук, который, вероятнее всего, делали, соединяя два длинных рога животного, вроде горного козла. Лук этот был очень гибким, а выпущенные из него стрелы обладали большой пробивной способностью. Изображение воинов с таким оружием можно увидеть среди наскальных росписей Леванта на восточном побережье Испании. Это в районе Мурсии, в Валенсии и так далее. Им тоже около 7 тысяч лет. Увидеть их можно в гротах и навесах. Некоторые рисунки изображают сражения людей друг против друга. Полковник Чорч-Чорт утверждал, что жрецы племен Му жили по своим законам. Они находились в так называемом Пятом измерении и могли по желанию передвигаться в пространстве и времени. Но возможно ли такое? Известный астрофизик из Бельгии Иллобранд фон Людвигер утверждает, что сверхспособности представителей древних цивилизаций такой же доказанный факт, как и их существование на Земле. Чтобы было проще понять, капните в стакан с водой каплю чернил. Чернила начнут расползаться по воде. Если вы снимете этот процесс, а потом прокрутите видео в обратном направлении, то легче представите себе воздействие измерения 5 и измерения 6, если бы мы видели их в природе. Итак, вы увидите, как свертывается синее чернильное облако. Это влияние пятого измерения. А шестое измерение указывает точку на поверхности воды, место, на которое упадет чернильная капра. То есть они воздействуют всегда взаимосвязанно. Чтобы представить их себе, требуется сила воображения, потому что их иначе ничем не измерить. В древних источниках ученые обнаружили описание таинственного пятого измерения, в котором пребывали жрецы-племен. Более того, там сохранились упоминания о том, что именно они передали человечеству все знания, которыми владели. Легенды гласят, что древние жрецы, как и представители высокоразвитых цивилизаций прошлого, обладали сверхспособностями, которые были недоступны простым людям. Они могли предсказывать будущее, решать исход войн, управлять силами природы. Но почему среди обычных людей авторитет жрецов был столь высок? Есть вот чисто внешние признаки проявления, которые говорят об избранности данного человека. Как правило, это наличие каких-то родинок, которые повторяют или созвездия. Например, у меня был случай, это большая медведица из семь звездочек, четко видно было на руке у женщины. То есть она тоже пришла в этот мир для того, чтобы быть жрецей. Вот так выглядел один из самых могущественных жрецов Египта, Имхотепа. Чтобы проверить свою теорию, исследователи древних культур в разных источниках стали искать упоминания об особенностях его внешности. Выяснился удивительный факт. В летописях сохранилось описание, что у жреца Имхотепа на груди был рисунок семи звезд ковша большой медведицы, образованные родинками одинакового цвета и величины. Если верить легендам, Имхотеп умел передвигаться по воздуху, мог видеть будущее, материализовал мысли. Но куда исчезли великие жрецы прошлого? Совсем недавно западные историки опубликовали сенсационные результаты генеалогического исследования. Изучив родословные людей, обладающих даром предвидения, таких как Ванга, Нострадамус, Мариэля, Норман, они выяснили, что в роду каждого из современных провидцев кто-то уже обладал подобным даром. Родословную некоторых предсказателей можно проследить довольно глубоко. Именно поэтому исследователи выдвинули смелую версию о том, что современные предсказатели и ясновидцы это ученики древних жрецов, дожившие до нашей жизни. Называли иногда юродивыми, иногда шутами, иногда гадалками, ведуньями, жрецами. Но это люди, которые, с одной стороны, может быть, физически не совсем полноценные, то есть они имеют какой-нибудь ущерб с точки зрения нормального человека, но, с другой стороны, у них есть канал, у них есть ключик к тайнам невидимого мира. И вот тогда они начинают слышать, видеть, обладают даром проскопии, то есть предвидения, и начинают это транслировать. Часто это приносит им большие проблемы в жизни. Некоторые даже сжигали на кострах, но потом времена стали мягче. И все равно, если брать вот таких провидцев, то жизнь у них была непростая. Один из самых зловещих пророков, Мишель Нострадамус, пообещал всему миру невероятное количество несчастья. Однако он так зашифровал свои предсказания, что вот уже пятое столетие исследователи бьются в надежде разгадать, где и когда произойдут описанные беды. Нострадамус, он отличался еще прорицательским даром, еще пока он даже не был известным врачом и не был таким крупным астрологом. Просто они соединяли знания астрологии, методы магического заглядывания в будущее, и, я бы сказал, способность выходить на контакт с более высокими измерениями. Пытаясь расшифровать предсказания пророка, доктор технических наук Александр Лазарев был поражен. В 16 веке Нострадамус использовал в своей работе приемы высшей математики, знания атомной физики и глубинных процессов планеты. Но откуда предсказатель мог получить эти знания? Книга «Настрадамуса» — это не набор случайных событий, которые спрогнозировал пророк. Тут другое. Вот исходная предпосылка у меня была иная. Я считал, что он наверняка сделал детальную проработку программы, которую дает нам система управления Вселенной. Только не сам она ему была в готовом виде. А затем ее зашифровал. То есть, напротив, он ее зашифровал, а я уже расшифровал готовое. Более того, зашифровал таким образом, чтобы прочесть можно было только непосредственно перед началом. Профессору Лазареву все же удалось расшифровать послание Нострадамуса. Прогноз получился весьма неутешительный. Нострадамус пророчит изменение климата, смещение материков, Третью мировую войну и дефолт. Все начнется с глобального потепления. Проснутся вулканы, дремавшие сотни лет. Цунами, тайфуны, ураганы, землетрясения. И земная кора поползет. Причем произойдет это вопреки законам классической геофизики. Не медленно, по миллиметру в сотни лет, а почти молниеносно. Человек все будет к нему готовиться долго, десятки лет. Но само событие случится всего в несколько недель. И закончится очень быстро. Неужели нам суждено погибнуть в череде страшных природных эпохизиков? В предсказаниях Нострадамуса Александр Лазарев нашел ответы на этот вопрос. Нет, мы должны выжить. И испытания нам даны для того, чтобы стать мудрее и опытнее. Не случайно несчастье оброшется на человечество именно сейчас. Ведь на данный момент мы более всего готовы к этому, чем несколько веков назад. Транспорт, медицина, система связи, современные технологии помогут уменьшить последствия катастрофы. К тому же теперь мы знаем, что это случится. Но кто 500 лет назад вложил эти знания в разум французского провицателя? Чем больше знаков, тем легче ехать. Даже такие знаки, как осталось там, 15 километров всталось, 5 до населенного пункта, они очень важны. Вот пророки, это и есть знаки, которые указывают, как пройти путь безболезненно. Или, если это невозможно безболезненно, то, по крайней мере, с минимальными потерями. Еще одна знаменитая прорицательница Франции Мария Ленорман. Исторические хроники повествуют о том, что уже с юных лет она проявляла уникальные способности. Могла видеть сквозь стены, предсказывала будущее и умела читать мысли. Именно она предсказала королеве Марии Антуанетте Гильютино и императору Наполеону разгром и изгнание. Но откуда провидица получала такие знания? Она обладала определенными способностями. Потому что в момент, когда она родилась, на Востоке восходил Уран в соединении с ретро-Меркурием. И еще там была белая Луна. Это уже говорит о том, что есть необычность какая-то в ее характере, в ее личности. Потому что соединение планеты, которая отвечает за предсказания будущего Урана, в соединении с ретро-Меркурием, говорит, что человек обладает даром предвидения. С большой тревогой мир воспринял пугающее предсказание на 2013 год знаменитой болгарской ясновидящей ванне. Она предсказала применение оружия массового поражения, войну, которая охватит Израиль и другие страны Ближнего Востока, политический кризис в Грузии и Афганистане. Как и Настрадамус, Ванга увидела мощнейшие землетрясения, следствием которых станут цунами небывалой высоты и разрушительной силы. Исследователи уверяют, что пока все предсказания Ванги сбывались с пугающей точностью. Но каким образом болгарская прорицательница могла с такой точностью предвидеть будущие? Служение некой идеи, некой вере отвечает планета Нептун. Она предполагает высшую веру, она предполагает некий мистицизм в познании мира, когда не нужна логика, не нужна такая правда. А человек изначально верит в некую истину, которая ему дается в виде божественного откровения, и он следует этому пути. Уникальная особенность гороскопа таких людей, что они рождаются в конкретном месте, в конкретное время. То есть с точностью до буквально секунд должна выстроиться некая космограмма, гороскоп, некий пазл, чтобы открылась дверь в некий потусторонний мир. И тогда человек начинает вибрировать, резонировать в соответствии с теми частотами, которые связаны с нашим невидимым миром. Шла весна 1927 года. В прокуренном купе пассажирского поезда Москва-Севастополь сидели несколько человек. Они старательно изучали топографические карты горного Крыма и иногда обменивались фразами и терминами, малопонятными окружающим. Праздная публика, расположившаяся в соседних купе, не обращала особого внимания на своих немногословных и таинственных попутчиков. Никому из пассажиров скорого поезда и в голову не могло прийти, что эти не совсем похожие на курортников люди едут в Крым по личному указанию главного чекиста молодого советского государства Феликса Держенского. А целью их служебной командировки на полуостров должен был стать поиск подземных городов и осколков погибших цивилизаций. Руководитель экспедиции Александр Васильевич Барченко смотрел в окно ворона и вспоминал прожитые годы, проведенные в опасных научных экспедициях, кропотливую работу в библиотеках и архивах. А вспомнить ему было что. Ранней весной 1921 года Барченко возглавил научную экспедицию, которая направилась на Кольский полуостров для поисков следов древней гипербореи. Ее официальным организатором стал директор института изучения мозга академик Бехтерев. Но на самом деле за экспедицией стояли Феликс Держинский и руководитель самого секретного отдела ОГПУ Глеб Бокий. По всей видимости и сам Барченко к тому времени уже являлся штатным чекистом. Не случайно на всех сохранившихся фотографиях той поры он одет в военную форму. Кольская экспедиция продолжилась три летних сезона подряд. С 1921 по 1923 год. Официальная была причина исследовать, что такое мерячение, такое странное поведение людей на уровне полубреда, в котором пытались обвинить местных шаманов и неадекватных людей, с точки зрения сотрудников ОГПУ, которых нужно было приструнить. Для этого нужно было выстроить такую концепцию против этого самого мерячения. Бокий много сил потратил на то, чтобы сколотить экспедицию, и в результате несколько человек очень долго работали там. И вот однажды в окрестностях Сейдозера ранней осенью 1922 года экспедиция обнаружила остатки древних сооружений, напоминающих египетские пирамиды, а также таинственные рисунки на скалах. Кроме того, Барченко после расспросов местных жителей нашел странную пещеру с узким лазом, ведущим глубоко под землю. Члены экспедиции неоднократно пытались проникнуть вглубь этого лаза, но всякий раз возвращались обратно, гонимые прочь необъяснимым и жутким страхом. По мнению Барченко и его единомышленников, этот лаз был одним из тех мест, благодаря которым человек мог проникнуть внутрь земли. Дневники Икольской экспедиции были тщательно засекречены и спрятаны в архивах спецотдела по криптографии. А сам доктор Барченко, по указанию начальника того же спецотдела Глеба Бокия, стал готовиться к новому путешествию – в Горный Крым. Экспедицию курировал лично Феликс Держинский с соблюдением строжайшей конспирации. В конце 1926 года на полуостров прибыл член экспедиции астрофизик Конди Айн со своей семьей. Он поселился в деревушке Кырк-Азислар на месте современного Бахчисарая. Астрофизику была поставлена задача провести разведку будущих объектов исследования и вступить в контакт с местными жителями, чтобы завербовать надежных проводников. В марте следующего года туда же прибыли Александр Барченко и несколько его коллег. Что же так заинтересовало чекистов Крыму, что они снарядили на полуостров целую экспедицию? Стали поступать любопытные сведения из района Чуфуткале, подземного города. Первая группа исследователей местных крымчан, даже в 20-е годы, пытались забраться в какие-то подземные галереи этого подземного города, которые были еще ниже средневекового Чуфуткале. Они обнаружили огромные завалы. Подземными или по-другому пещерными городами Крыма в отечественной науке называют развалины крепостей и монастырей, расположенных в юго-западной части Крымского полуострова, вблизи долин рек Альма, Кача и Бельбек. В средние века большая часть этой территории входила в состав государства Феодоро. На территории пещерных городов находятся вырубленные в толще мягких известняковых пород различные по своему назначению помещения. Самые известные подземелья в Крыму – это городище Мангуб, Эскекермен, Кыскермен и Чуфуткале. Количество рукотворных пещер на территории протяженностью около 40 километров исчисляется тысячами. Причина интереса ОГПУ к пещерным городам Крыма до сих пор вызывает споры среди исследователей. Одно из предположений – экспедиция Барченко была отправлена в горы полуострова для поиска сокровищ, спрятанных в пещерах. Молодое советское государство остро нуждалось в средствах для восстановления народного хозяйства. Принимались во внимание все источники. Но в крымских сокровищах чекисты видели не только материальные ценности. Барченко, как ученый, был, по всей видимости, хорошо знаком с историей Причерноморья. Он наверняка знал, что этот регион около 8 тысяч лет назад потрясла катастрофа, по своим последствиям сравнимая со всемирным потопом. Воды моря поднялись почти на 150 метров и затопили огромные площади прибрежной суши. Спасаясь от наводнения, жители Причерноморья бежали со всех направлений в горный Крым. В надежде на то, что это единственное и последнее место, которое не будет поглощено пучиной. Поэтому, естественно, люди спасали самое дорогое. Ну, кроме своих жизней и жизни своих детей, конечно, это были какие-то реликвии, какие-то артефакты, какие-то знания. И, скорее всего, вот в таком сконцентрированном виде, то есть эти знания, эти артефакты, сама природа в результате наводнения собрала в центральной точке Крыма. И, скорее всего, до сих пор это хранилище и существует под одной из вершин Крыма. Вполне вероятно, что на поиски этих древних реликвий и знаний и была отправлена экспедиция ОГПУ. А поводом к детальному изучению пещер послужила информация, что местные жители, исследуя катакомбы, наткнулись на более древние галереи, чем хорошо изученные помещения, если так можно сказать, верхнего уровня. В средние века значительная часть галерей использовалась монахами. Они обустраивали там храмы и скиты. Маловероятно, что пещерные города Крыма это творение рук самих отшельников. По данным археологов, пещерные укрепления Таврии стоят на местах более ранних, искусственно созданных убежищ. Нередко средневековая кладка на известняковом растворе идет поверх более древних циклопических стен, сложенных насухо. Патрульники Барченко в 1926 году обнаружили там странную вещь. Они видели большое сильное свечение, разноплановое очень, шары, различные геометрические фигуры, плывущие в воздухе. Причем это было поведение практически у всех членов экспедиции, в том числе у Александра Барченко. Такое ощущение, что кто-то говорил, произносил какие-то тексты, на какое-то вещание шло, на каком-то непонятном языке. Язык никто не мог определить, но люди все понимали. Это вот иногда так проходит субъистия, то есть внушение наяву. Все это может показаться небылицей, но, как оказалось, не только экспедиция Барченко столкнулась с явлением субъистия. В начале 90-х годов бывший моряк-подводник Виталий Гох обнаружил в Крыму пирамиды, по размерам и геометрическим пропорциям, напоминающие египетские. Их высота колебалась от 36 до 62 метров. В течение многих веков эти громадины ускользали от внимания как местных жителей, так и ученых по очень простой причине. Все 37 крымских пирамид, располагающиеся в четырехугольнике Севастополь, мыс Сарыч, Ялта-Бахчисарай были полностью занесены современными отложениями. Сделать свое открытие отставной капитан смог с помощью прибора, созданного им для слежения за подводными лодками. Оказалось, что с небольшими изменениями прибор может видеть и то, что лежит глубоко под землей. Сначала с помощью уникального локатора отставной моряк искал для своих соседей дефицитные для юга Крыма подземные воды. Но вскоре выяснилось, что прибор реагирует и на пустоты, и на металлы, скрытые в земле. Первую пирамиду в Крыму обнаружили, когда искали платину в районе Севастополя. Среди археологов ходили слухи, будто в древности здесь проводили плавку этого драгоценного металла. Платину Виталий Гох не нашел, но неожиданно прибор показал наличие подземных пусток, причем довольно крупных. Решили пробить шуров. На глубине 10 метров была обнаружена первая крымская пирамида, полностью, как говорится, по самому маковку, занесенная галькой и щебнами. Во время раскопок Гох обратил внимание на совершенно ненормальное поведение, на психоз, который овладевал людьми как перед пещерой, так и во время спуска по вырытому шурфу к пирамиде. Внутри это ощущение усиливалось. Люди, попадавшие в сферическую полость, рассказывали, что они буквально купались в потоках энергии. Это действует просто удручающе, но без последствий. Некоторые невосприимчивы к таким вещам, некоторые слишком восприимчивы, и уже на подходе к этой пещере им начинает мерещиться, что там идет что-то неприятное. В любом случае, ходить туда просто так ни в коем случае нельзя. Во-первых, нужен проводник, и во-вторых, есть места, куда просто ходить нельзя. Это как бы запретные зоны. Когда реальность пирамид была подтверждена раскопками, Гох обратил внимание, что их расположение практически совпадает с энергетически активными зонами, находящимися в глубине Земли около Ялты, Севастополя, Бахчисарая и давно уже покинутого городища Мангот. Поэтому есть еще одна версия, что могло послужить истинным поводом для отправки экспедиции во главе с Барченко в Крым. Изучение воздействия на психику людей энергетического поля пирамид. Правда, об их существовании в то время еще не было известно. Зато сохранились древние легенды, свидетельствующие о том, что недалеко от Севастополя, в районе древнего пещерного города Эски-Кермен, прикрывающего с моря крупный порт Византийской империи Херсонес, случались массовые воздействия на психическое состояние людей. В них же рассказывалось о том, что когда городу угрожала опасность с моря, то с фрески подземного храма сходил святой Георгий Победоносец и своим копьем поражал экипажи вражеских судов, подплывавших к городу. И тогда одни моряки, объятые ужасом, поворачивали прочь от берега, другие, как будто пьяные, плыли прямо на скалы и находили там свою гибель. Не обратить внимания на эти легенды руководитель лаборатории нейроэнергетики Барченко не мог. Более того, мифологические сюжеты могли стать главным аргументом для обоснования необходимости экипировать и отправить в Крым специальную секретную экспедицию. К этому можно добавить еще один любопытный момент. В начале 1926 года в Москву вернулся с Тибета знаменитый художник и востоковед Николай Рерих, который встретился с шефом секретного спецотдела ОГПУ Бокем. Бокий тогда познакомил Рериха с результатами северной экспедиции Барченко, где исследователи искали причины сильного энергетического поля в районе Сейдозера. Тогда впервые зашла речь о космическом камне или по-другому кристалле Сориона, играющего важнейшую роль в истории человечества. Этот осколок якобы передается правителям, избранным для выполнения особой миссии на Земле. Согласно предположениям, кристалл Сориона мог быть погребен под руинами Гипербореи, древнейшей цивилизации, существовавшей на севере. Вероятно, его и искал на Сейдозере Барченко. Рерих, выслушав эту историю, назвал другое место предполагаемого нахождения магического кристалла – Крым. И чекисты ухватились за эту версию. Я напомню, что руководители органов в те годы, когда Барченко занимался своими космологическими исследованиями, были люди, далеко не лишенные вот этих самых космологических знаний или даже амбиций. И увлечь тогдашнее руководство НКВД некими космическими знаниями, то, что сейчас, может быть, считается признаком лженауки и некой желтизны на телевидении и желтизны в СМИ, тогда воспринималось, к слову сказать, по секрету скажу, и сейчас воспринимается продвинутыми руководителями органов как вполне себе достойное руководство к действию. О вероятности существования в Крыму мощного энергетического источника, в котором исследователи хотели увидеть тот самый кристалл Сориона, говорили и другие легенды, и даже реальные истории. Например, морская катастрофа у Балаклавы в 1909 году. Одна из самых совершенных в то время подводных лодок Камбала погибла под форштевнем эскадренного броненосца Ростислав. Опытный морской офицер, лейтенант Аквилонов, стоявший на мостике субмарины, неожиданно, как и моряки из древних легенд, впал в блаженное состояние, то есть в эйфорию. Он читал стихи вместо того, чтобы изменить курс подводной лодки. Судебно-медицинская экспертиза показала, что капитан подводной лодки в момент катастрофы был трезв, не находился под воздействием наркотиков и признала его вменяемым. Значит, подводника вывел из психического равновесия некий таинственный поток энергии. Не источал ли его тот самый магический кристалл, искать который в 1926 году отправилась экспедиция Барченко? Впрочем, некоторые исследователи весьма скептически относятся к подобного рода историям и легендам. И не потому, что они кажутся фантастическими. Напротив, они считают, что гипотеза существования магического кристалла Сориона вполне имеет право на жизнь. Ведь не даром об этом камне есть много упоминаний в античных летописях. Дело в самой легенде для экспедиции, работающей в условиях строжайшей конспирации. Когда хотят скрыть, по крайней мере, для своих коллег истинную задачу поисков, чаще всего называют то, что находится на поверхности. Хочешь скрыть глубоко законспирированную, глубоко засекреченную операцию, придумай какую-то фантастическую версию. Кстати, причина гибели субмарины Камбелла и странного поведения командира лодки все-таки выяснилась. После окончания Второй мировой войны в Крыму работал известный немецкий исследователь аномальных явлений Ойген Зеберт. С помощью рентгеноскопических приборов, позволяющих фиксировать различные виды природного и техногенного воздействия на человека, немецкий физик определил, что причиной странного поведения офицера Аквилонова стали сверхнизкочастотные звуки, возникающие при некоторых атмосферных явлениях в районе Искикермен. То есть это было природное воздействие, а не техногенное, и уж тем более немагическое. В 1998 году группа энтузиастов обнаружила близ главной оборонительной стены пещерного города Чуфут-Кале, забитая камнем устья колодца Тикую. Об осадном колодце сообщали караимские легенды. В них же говорилось о некой ведущей к нему «Золотой лестнице». Работы по очистке ствола колодца длились три года. В 2001 году на 25-метровой глубине исследователи обнаружили забитый камнями боковой вход. При его расчистке выяснилось, что подземная галерея ведет к основанию одной из городских башен. Галерея длиной 108 метров представляет собой тайный ход из крепости к колодцу. На ее стенах изображения и надписи на латинском и арамейском языках. По сталактитам, которые находятся на ее потолке, удалось выяснить ее возраст. Около двух тысяч лет. Однако место пересечения круглого ствола с галереей не было дном колодца. Как выяснилось, дальше шел винтовой каменный спуск. Внизу, на глубине 45 метров, находились источники каменной ванны, в которых при осаде жители города брали воду. Кроме чисто утилитарного значения, сооружение имело, скорее всего, культовый характер. Галерея, ведущая к колодцу, ориентирована строго на восток. В дни весеннего и осеннего равноденствия, при восходе, солнце освещает все подземное царство. Интересно, что по такому же принципу построены египетские пирамиды. Если посмотреть на любую из пирамид в разрезе, то можно увидеть в ней наличие колодца, выходящего к такой же галереи. Размеры нижнего зала дают основания предполагать, что здесь совершались ритуалы, связанные с поклонением воде и солнцу. Но даже не эта находка поразила исследователей. Они поняли, что туннели ведут из того же Чифуткале, из более отдаленных районов, там, например, под горой Карадак, тоже начинается одна из пещер, они ведут на юг под море, под Черное море и уходят в Турцию. И в Турции тоже нашли такие пещеры. Недавно один из исследователей, Александр Калтыпин, рассказывал мне о том, что он был свидетелем странных тоже объектов, которые там наблюдались, именно в этих пещерах, такие же и странных животных, которые водятся, например, в озере Ван, родственников Карадакского чудища. Связь есть абсолютно четкая между всеми этими регионами, этими явлениями. Осталось связать это по времени и по какому-то пространству еще более-менее. Главное, нужно исследование. Не исключено, что экспедиция Барченко как раз и искала некие тайные ходы, которые соединяют под землей целые страны и даже континенты. Но при наличии технических средств начала 20 века сделать подобное открытие в ту эпоху было невозможно. Впрочем, и сегодня это осуществить весьма затруднительно. И дело не в том, что не найдется высокотехнологического исследовательского оборудования. Нет самого главного воли и мотивации. Поэтому пещерные города Крыма еще долго будут хранить свои тайны. Но если их удастся раскрыть, это будет самой настоящей сенсацией глобального масштаба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова